Всем привет, с вами Калам Акси Мобайл, обзор смартфона Samsung Galaxy J2 Prime стоимостью 3500 грн, это примерно 140 долларов. Точная модель устройства J532F. Начинаем с его распаковки. Коробка обычная, в общем, ничего особенного. Сзади короткий список характеристик, перечень характеристик. Достанем саму устройство, его пока отложим в сторону. В комплектации идёт инструкция на разных языках. Микро-USB кабель для подключения к компьютеру и зарядке. И USB адаптер для зарядки с выходом сбоку. Без наушников, учитывайте это, в случае чего закупайте их отдельно, если вам необходимо. В комплектации их не будет. Что ж, теперь о самом устройстве. Что ж, об устройстве. Телефон в сером цвете, задняя его крышка выполнена из пластика. Пластик рифлёный, в общем, выглядит неплохо и устойчив к различным физическим повреждениям, а также не собирает разводы от пальцев. Также на задней крышке мы обнаружим камеру, прорезь для динамика, LED-спышку и логотип компании Samsung. Она съёмная, под ней будет аккумулятор, мы ещё достанем, посмотрим. А также слоты для сим-карты. Спереди 5-дюймовый дисплей, две сенсорные кнопки для управления и одна механическая. Над экраном у нас логотип компании Samsung, а также логотип DOS, который свидетельствует о том, что он на две сим-карты. Фронтальная камера, датчики приближения и освещения, разговорный динамик и передняя LED-спышка. Слева у нас качелька регулировки громкости. Справа кнопка включения и выключения устройства, сверху джек для наушников, снизу микрофон и порт microUSB для того, чтобы зарядить устройство или подключить его к компьютеру. Габариты 144 мм в высоту, ширину 72 мм, толщина устройства составляет 8,9 мм. Крышка съёмная, как я уже говорил, сейчас мы её снимем. Так, а где тут? А, вот. Достаточно быстро. О, включилось. Всё, нормально снялась. Тут под крышкой два слота для microSIM карточек, также слот для microSD карточки для того, чтобы расширить память устройства, также батарейка на 2600 мАч. Сейчас, вот, давайте её достанем и убедимся в том, что слоты на две microSIM карточки. Одна, так, чисто померить, потому что, мало ли, иногда характеристики пишут не очень корректно. И вторая, да, два слота для microSIM карточек. В этом нужно убеждаться, потому что сайты, на которых смотрю характеристики, иногда пишут неправду. И оказывается, что один слот это обычный, для мини-симки или для нано-симки. Вот, тут мы убедились. Две microSIM карточки и слот для microSD, чтобы расширить память устройства. Разблокируем. Включим. Аккумулятор я доставал. Оценим скорость загрузки заодно. Оценим скорость. Загрузилось устройство. Разблокируем. Достаточно быстро загрузилось. Фирменная прошивка TouchWiz. Работает все отлично. Откроем настройки. Об устройстве. Сведения о программном обеспечении. Версия Android 6.0.2. Версия прошивки. Ну, в общем, вот самая новая прошивка. Сразу после включения пришло обновление. Ну, там ничего такого серьезного, но обновился, чтобы уже как бы по свежей прошивке делать обзор. В общем, улучшена стабильность работы в новой версии. Что касается экрана. Экран здесь PLS. Разрешение его 960 на 540 точек. Ну, в общем, экран хороший. Углы обзора отличные. Ну, в общем-то, цветопередача тоже нормальная. Откроем Geekbench 4. И поговорим о его характеристиках. Вот странно, что тут пишет цепу ARM Samsung. А сайт, где я смотрю технические характеристики, пишет, что здесь MediaTek MT6737. Работающий на частоте 1,45 ГГц. Оперативная память 1,5 ГБ в устройстве. Встроенные 8, из которых доступно 5. А также есть слот для карточки памяти, с помощью которой мы можем расширить память еще до 256 ГБ. Видеоускоритель Mali-T720. Вот разрешение экрана. Ну, в общем, давайте запустим CPU. Увидите уже сам результат. А после Geekbench 4 посмотрим еще, что нам скажет Antutu бенчмарк о технических характеристиках. И там уже решим. А сейчас увидите уже сам результат. Результат CPU теста. 550 баллов в аналитном тесте, 1621 баллов в мультиядерном тесте. Теперь сделаем тест видеоускорителя. И также видите результат. 820 баллов в тесте видеоускоритель набирает Samsung Galaxy J2 Prime. Вот, закрываем Geekbench 4 и переходим к Antutu бенчмарк. Также запущу и видите уже сам результат. Тест. Настроим разрешение. Запускаем и увидите результат. Закончился тест Antutu бенчмарк. Почти 33 тысячи набирают у него Samsung Galaxy J2 Prime. Более подробная инфа. Процессор здесь все-таки от MediaTek. 6737T это 64-битный процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц, 4-ядерный. Так что Geekbench 4 некорректно отображал модель процессора. Также сделаем еще скрин-тест. Посмотрим сколько касаний поддерживает дисплей-устройство. Два касания всего лишь, думал, будет больше, но поддерживает их четко. Закрываем и переходим к игровому тесту. Asphalt 8 запустим. Посмотрим, как он работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, запустилась игра. Это настройки, что идут по умолчанию. Ничего не регулировал. Ну, в общем, графика на достаточно высоком уровне. Да, это, пожалуй, максимальный уровень графики в Asphalt 8. То есть он идет сразу по умолчанию. Хорошая прорисовка окружающей, окружающего мира. Отличная плавность. В общем, в Asphalt 8 играется комфортно на самом высоком уровне. Ну, в общем, все отлично. Закрываем Asphalt 8. Что касается батарейки устройства, тут, ну, ничего особенного. В нормальном использовании с утра до вечера устройство на одном заряде, полном заряде батареи продерживается. То есть в нормальном использовании, в смысле, звонки, смски, немного интернет, музыка в наушниках. Ну, в общем, с утра до вечера и на ночь вы его уже будете ставить на зарядку. Когда я начинал делать обзор, было 31%. Сейчас осталось 19%. И вот, в принципе, так что с аккумулятором, ну, как и большинство современных устройств. Дальше камера. Посмотрим, как в камере. Камера 8 мегапикселей. Сейчас я вам покажу примеры снимков, и вы сможете оценить их качество. Сейчас я вам покажу. Что ж, а на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!